Добрый день! Сегодня поговорим о УТМ-метках. Зачем они нужны и для чего их используют интернет-маркетологи. Как вы знаете, прелесть интернет-маркетинга в том, что можно все измерить. Сколько человек зашло на сайт, сколько из них купило что-то, какие источники или объявления их привлечили. Сегодня я расскажу, как помечать рекламные ссылки, чтобы аналитика работала на все 100. И покажу инструмент, который помогает создавать эти УТМ-метки. Зачем нужны УТМ-метки? В первую очередь, УТМ-метки нужны, чтобы отследить источники трафика. Откуда идет больше и более качественный трафик. Можно сегментировать трафик по типу. То есть это оплата за клики, либо за показы. А также оценить эффективность рекламной кампании. Чтобы система аналитики определила, откуда пришел покупатель. Маркетологи добавляют рекламные ссылки, информацию об источнике рекламной кампании. Самый популярный способ ручной разметки это установка УТМ-меток. Всего по умолчанию 5 меток. Ниже на слайде можно видеть их. Обязательные три. Первый это источник перехода, то есть указывается рекламный канал. Это может быть Яндекс, Гугл, Фейсбук, ВКонтакте и так далее. Второй параметр это сама рекламная кампания. Когда вы создаете рекламную кампанию в Гугле, то есть разные типы рекламных кампаний. Например, это на поиске, либо это контекстно-медийная сеть, либо это реклама в Ютубе. Здесь можно указать как раз типы рекламной кампании. Третья УТМ-метка используется для определения типа рекламного канала. Допустим, если рекламируется в Гугле, то оплата идет за переход на сайт. То есть в этом случае надо поставить параметр CPC. Если эта реклама идет по e-mail рассылке, то целесообразно указать e-mail. Также есть еще две дополнительные УТМ-метки, которые содержат дополнительную информацию. В них можно прописать, например, идентификатор баннера, либо другую какую-то информацию, по которой вы можете идентифицировать свою рекламу. И пятая метка обычно используется для отслеживания, по каким ключевым словам был трафик, насколько он был качественный и так далее. Рекламная ссылка после проставления УТМ-метки будет иметь следующий вид. На слайде видно, к ссылке на наш сайт добавляется хвостик, выделенный красным цветом. В данном случае здесь проставлено три метки. Первая метка указывает, откуда идет трафик. В данном случае это Google. Второй параметр – это рекламная кампания CPC. То есть мы получаем трафик и платим за него за клики. Третий параметр характеризует нашу тему, по которой мы настроили рекламную кампанию. Можно вручную, конечно, дописывать этот хвостик, но это не очень удобно и можно допустить ошибки. В интернете есть готовые решения, которые позволяют дописать, создать УТМ-метки и их использовать потом в рекламной кампании. Я чаще всего используюсь вот этим сервисом. Он под видео будет, можно будет зайти и посмотреть. А сейчас я покажу, как на примере я пользуюсь этим сервисом. Вот он открывается, эта страничка. В этой мы вводим адрес целевой страницы, то есть куда у нас идет трафик. Вот так и напишем myinsite.com. Потом выбираем источник трафика. Если мы настраиваем рекламу в Google AdWords, то ставим здесь Google AdWords и автоматически сервис проставляет уже наши метки. Немножко остановимся. Источник кампании, то понятно, это Google. Тип трафика мы платим за переходы, то есть это CPC. Потом название кампании. Тут используются макросы от Google AdWords. Автоматически Google будет подставлять сюда ID компании. То есть мы потом можем идентифицировать ее с какой компанией, какой трафик шел. Четвертый параметр это идентификатор объявления. Тоже используется макрос Creative. Google автоматически тоже проставляет сюда ID каждого объявления. Каждое объявление имеет свой номер. И пятый параметр это ключевое слово. То есть опять же AdWords автоматически подтягивает ключевое слово, по которому был переход. В итоге, если нажать генерировать ссылку с UTM метками, мы внизу получим нашу ссылку. С проставленными UTM метками. Берем эту ссылочку и вставляем в нашу рекламную кампанию. В итоге, когда мы будем в аналитике смотреть, мы будем видеть откуда, с какого источника, по какому типу трафика мы закупали рекламу. Будем видеть, с какого рекламного объявления было больше кликов, с какого объявления, допустим, больше купили, по каким ключевым словам более эффективно работала реклама и так далее. Рекомендую при запуске любой рекламной кампании в интернете, будь то Facebook, Google или Яндекс, использовать UTM метки. Потом это будет легче анализировать и оптимизировать рекламную кампанию. Спасибо за внимание. Всего хорошего. Спасибо.